Процесс, о котором я сейчас расскажу, никогда не учится. Корень из двух не является конечной десятичной дробью. Более того, для тех, кто знает, что такое периодическая десятичная дробь, я скажу, что любая периодическая десятичная дробь – это на самом деле рациональное число. И поэтому таким корень из двух тоже не будет. То есть никакой периодической последовательности не будет. Но вычислить корень из двух с какой угодно точностью, сегодняшним способом можно. Давайте это сейчас сделаем. Итак, у нас есть корень из двух. Первое. Вообще-то это две целых, а дальше идут нули. Правильно? Ноль-ноль, ноль-ноль и так далее. Так вот, ребята, я сейчас отделю по две цифры. Дело в том, что мы же отделяли все время вперед, но здесь мало интересно, там всего одна цифра. Значит, надо и после запятой тоже. Пишу. Конечно, одна целая. Конечно, одна целая. Вычитаю ее в квадрате. Сношу два нолика. Получилась единица с двумя ноликами. Отлично. Умножаю единицу на два, ставлю здесь точечку. Стоит написать не звездочку, а точечку, потому что сейчас поверх этого я буду писать цифру. И придумываю такую цифру, чтобы 20 вот эта цифра умножить на эту цифру было бы меньше, чем 100. Понятно, что это 4. Значит, я нашел первую цифру после запятой числа, корень и зло. Это четверка. Здесь пишу, соответственно, 4. 24 плюс 4 это 28. Или тоже самое 14 умножить на 2. Это 28. Я, конечно, 24 умножаю на 4 и пишу здесь. Сейчас задача звучит так. 2, 8. Вот такая точечка умножить на эту самую, чтобы было не больше, чем 400. Понятно, что здесь будет единица. Пишу сюда единицу. Сюда пишу 281. Надо, ребята, единственное, без ошибки сейчас вычитать, будет 9, 1, 1. Два нолика, разумеется, я сбрасываю сверху. Теперь здесь складываю, получается, 282. И какая-то опять цифра. Ну, смотрите. Это почти 3000, а здесь почти 12000. Ну, наверное, четверка. Во всяком случае, если я буду брать пятерку, очевидно, будет слишком много. Попытаюсь взять 4. 4, 4 умножаю. 4х4 это 16. 1,8 это 9. 8 на 4 это 32. 3 и 8 это 11. Отлично. Получается 4, 0. Здесь у меня получается 6. 604 и 2, 0. Так, опять складываю. 2, 8, 2, 8. Если я возьму 28 умножу на 3, то это будет намного больше, чем 60. Поэтому здесь надо писать 2 и умножать 28282 на 2. Получается 4, 6. Господа, здесь, к сожалению, кончилось место на доске. Поэтому давайте я сделаю так. Я вот сюда перейду. Это будет такая штука. Это будет 6. 9 минус 6 это будет 3. 13 минус 5 это будет 8. 9 минус 6 это будет 3. Естественно, еще 2 нолика. И здесь то же самое у меня кончилось. Поэтому я напишу вот в этом месте 2, 8, 2, 8, 4. Ну, лучше даже ниже. 2, 8, 2, 8, 4. Ничего страшного. Здесь опять точечка, точечка. Это 282, а тысячи, да, почти 283. Больше нельзя, потому что здесь 383 тысячи. А здесь, не, единица, единица. Здесь будет единица. Напишу 2, 8, 2, 8, 4, 1. 5 знаков после запятой я уже нашел. Ну, я думаю, что у меня хватит терпения еще чуть-чуть. Но, понимаете, это уже хорошая точность. Это уже я нашел наше число с точностью до одной какой? До одной статысячной. Согласны? Это уже очень хорошая точность. Итак, поехали. Здесь будет 9. Здесь будет 5. 15 минус 8 будет сколько? Здесь будет 0. Нет, не, да, здесь будет 0. Здесь будет тоже 0. Здесь будет 1. Здесь 2 нолика припишем. Здесь у меня будет... Так, давайте, это будет последняя цифра, которую мы найдем. Здесь почти 3 миллиона. А здесь у меня 10 миллионов. Я думаю, это будет 3. Я думаю, будет 3. Да, 3. Так, господа, возьмите калькулятор. Вот такое число возведите в квадрат. И вот такое число возведите в квадрат. Так, у кого калькулятор с достаточным количеством цифр... А, Коля уже сделал. Спасибо, диктуй. 1, потом 5 девяток, 8, 4... 5 девяток, 8, 4, 0, 9, 4. Замечательно. А я это не считал? Да. Давай. 2, 5 нулей. 1, 2, 3, 7, 8. Ребята, мне важно, что вот это число меньше двух, а вот это число больше двух. Вы поняли, что если нужно, таким способом я найду, хочешь 7 цифр после запятой, хочешь 8, приходится иметь дело с все большими и большими числами. То есть начали мы, посмотрите, вот здесь вот были 96, 281, да, в какой-то момент у нас уже, видите, там 282 тысячи, 841 и так далее. И, соответственно, каждая следующая цифра будет требовать все большей и большей вычислительной работы. Между прочим, в математике есть гораздо более быстрый способ вычисления квадратных корней. Да и вообще решение уравнения. Этот способ называется не касательно Ньютона, но он уже принципиально не для мальчеклассников. Там требуется, ну, все-таки знание, хотя бы там 8-9 класса. Вот, но тем не менее, знайте, чтобы... И есть еще другой способ называть уравнение пелля, цветные дроби. Там тоже получается гораздо быстрее, чем вот я нашел, но это, что называется, другие способы. Вот, а вот такой вот способ, основанный на том, что А плюс В в квадрате, это А квадрат плюс 2, В плюс В квадрат, мы сегодня полностью с вами выучим. Спасибо.